Хорошо, все, всем привет, значит, у нас сегодня МОК-интервью, еще одно, на уровень June+, но мы не будем этим ограничиваться, пойдем где-то на Медла, где-то даже на Сеньора. Как обычно будут легкие вопросы, которые вы, знаете, как это там говорится, почему так легко, вопросы для Джуна, сегодня будут действительно вопросы для Джуна, ну а даже где-то для Медла. Расскажи про себя, пожалуйста, чуть-чуть. Меня зовут Георгий, я сейчас являюсь iOS-разработчиком в одной компании, пишу на стеке Swift, SwiftUI, плюс GCD, AsyncWade. Сейчас я хочу рассказать подробнее о себе. До iOS-разработки я занимался дайвингом, шахматами, я построил домашний кинотеатр собственный, и после непродолжительного времени, после 18 лет я устроился на работу. В одни крупные компании, начал там зарабатывать деньги и думал, как в будущем реализовать себя, и в какой-то степени начал задумываться о будущем, и это меня привело в разработку. Я подумал, почему нет, выбирал между тремя направлениями, это информационная безопасность, Android или iOS. Информационная безопасность — это C++, слишком как-то сложно для новичка, Android — это Kotlin, и, в принципе, он меня не особо привлекает. Я спрашивал у некоторых коллег их тоже, в принципе, они такого же мнения. И я пришел в iOS-разработку с какими-то вводными данными, что я знал, как строятся приложения, как они публикуются, и с тем, что мне нравится философия и идеология Apple, они хотят довести все до идеала, и внутри у них концепции лежит первоочередно это пользователь. Мы заботимся только о его комфорте. Да. Окей, класс, класс, интересный опыт. И у тебя, значит, стэк — это Swift и SwiftUI, получается. Да. Хорошо. По UI-киту ты начал изучение. Да, да, я начал изучение, сейчас чуть-чуть немного, я понимаю, зачем он нужен, какие проблемы там еще есть с SwiftUI, они не закрываются, и, вероятнее всего, не будут закрыты. Поэтому я думаю, что изучать SwiftUI — это правильный путь, но потом все-таки придется доучивать UI-кит, ну, либо наоборот. Окей. Хорошо. Супер. Тогда я давай сейчас расскажу про структуру нашего собеседования, и мы начнем. Значит, MOOC-собеседование будет состоять из нескольких частей. Первая часть у нас будет теория SwiftUI. Дальше мы перейдем, я думаю, к SwiftUI непосредственно, теории по SwiftUI, пообщаемся, что как происходит, что как работает. Поговорим в конце немного про решение каких-то бизнес-кейсов, возможно, и будем завершать. И, собственно, фидбэк по вопросам, какие-то, может быть, комментарии я дам в конце непосредственно после всего, чтобы тебя не сбивать, после каждого вопроса что-то там не вставлять, это не так, это вот так. Поговорим в конце. Вот. Я буду делать себе заметки, и если вдруг я что-то пропущу, забуду в конце, ты мне, пожалуйста, напомни, если вдруг ты на что-то не ответишь, или тебе будет интересен ответ, напомни в конце и поговорим. Хорошо. Все, да, это все. Я думаю, будем начинать по SwiftUI, непосредственно по базе пойдем, значит, по уровню, значит, джуна, метла, я думаю, тут даже смысла нет как-то, у меня нет вопросов, которые я подбираю конкретно под уровень, так что тут уже зависит от глубины ответа, скажем, больше. Дальше поговорим. Окей, по SwiftUI. Давай начнем с какого-то, с каких-то понятных, простых вещей. Поговорим про типы данных. Какие типы данных у нас есть в SwiftUI? Value или reference type у нас в SwiftUI, это разные типы, это типы значений и ссылочные типы, они отличаются тем, что если мы создаем, допустим, один объект типа значения, и хотим скопировать его в другой объект, то у нас копируется именно сам объект, то есть мы переносим его значения. Ну, там, конечно, есть механизм copy and write, свои тонкости, но суть такая. В reference типах, когда мы создаем один объект и потом хотим создать другой, приравнивая к первому, то мы ссылаемся на место в памяти, где хранится первый объект. И изменяя второй объект или какие-то его данные, мы меняем, собственно, и первый. Вот так у нас работают эти типы данных, да. Хорошо. А как ты думаешь, зачем вообще у нас существуют разные типы вот этих данных, reference и value? Почему мы не используем только value или только reference? Ну, у каждого, во-первых, есть свои преимущества, есть как и недостатки. Reference типы, они не потокобезопасны, если мы говорим о многопоточном приложении, потому что, изменяя какой-то объект в одной части приложения, в другой части приложения в этот момент другой объект может его прочитать и получить неверное значение. value-type, они хранятся на стеке, занимают там какое-то место в памяти, и они просто быстрее работают, так как стек у нас предназначен для хранения объектов в памяти, которые мы просто берем, достаём значение, и потом они удаляются. Когда вызывается... А, нет, это не вызывается динит, а когда они не нужны, они удаляются из памяти. Это из оптимизации особо. Окей. Хорошо, пока не будем туда закапываться. Поговорим, значит, концептуально. Вот у нас есть, значит, разные типы данных, классы, да, разные типы в целом. Что есть reference type? Можешь перечислить? Класс, функция, актор, индиректы нам, там... Вроде это пока всё. Угу. Ладно. А value-type? Ну, в первую очередь, это структура, enum. Все value-значения, ну, там double, что у нас, string, там int и так далее. Ну, есть ещё коллекции, но их с натяжкой можно туда принести, потому что, по сути, это под капотом reference type, как и было в Objective-C. То есть в Objective-C у нас все коллекции – это reference type. Ну, коллекции, я имею в виду, это array, setter, dictionary плюс string, потому что у них есть доступ по индексу, и они тоже считаются у нас коллекцией. Угу. Окей. Вот ты упоминал механизм copy-on-write. Он для чего работает вообще? Ну, он работает для оптимизации, прежде всего, если мы, допустим, берём копию какой-то коллекции, и мы её не изменяем, а, допустим, хотим просто как-то прочитать, чтобы в памяти не занимать огромное количество, мы просто ссылаемся на эту коллекцию. То есть мы, ну, копируем ссылку на эту коллекцию и уже отчитаем элементы. Окей. Так, хорошо. Вот у нас есть такая коллекция, например, массив. Хорошо? Есть массив, и я хочу массив, из массива достать некую часть. Ну, там, скажем, первые три элемента сделать из этого новый, то есть вот просто массив, я хочу к нему применить метод, чтобы вычленить три объекта оттуда и получить новую коллекцию. Как ты думаешь, когда мы такое делаем с массивом, какого типа объект мы получим? Я думаю, это будет всё-таки референс-тайп, если мы хотим получить три элемента, потому что мы получим скорее три ссылки на эти объекты. Так, окей, может, я неправильно, может, вопрос. Значит, условно, у нас есть массив, скажем, 5 элементов, и я хочу сделать новый. Я хочу взять часть массива. Вот я взял часть массива, в другой переменную записал её. Окей? Да-да-да, я понял. И какого типа будет вот этот новый переменный? Ну, вот у нас был тип array, например, со строками, а во втором типе это... А, это будет slice array, ну, то есть это будет сервест массива. Что это такое? Можешь ответить, зачем это больше? Честно говоря, со стрингами так работал. Ну, я предположу, что это просто какая-то часть от того массива, откуда мы взяли. Я просто могу предположить, что это просто внутри нового элемента, который мы создали, slice, будут храниться ссылки те же, что и внутри другого массива. Ну, изначального. Так, тогда ещё более такой точный вопрос. Вот этот slice, это будет новый объект в памяти? Или это будет какой-то старый объект в памяти? Нет, нет, это не будет новый объект в памяти. Это не будет, хорошо. Окей, немножко поговорим теперь про сам, значит, ещё мотив, типы немножко. Вот у тебя есть массив с типами строки. Да. А Swift у нас строго типизированный язык. Это что значит? Это скажешь? Ну, строго типизированный – это значит, что объявив переменную строку, мы не можем поставить туда int, double. Окей. И могу ли я теперь каким-то образом в массиве держать разных типов данных? Можно, если изначально объявить, что массив будет хранить any. Какие есть последствия у этого? Ну, неудобства или, ну, то есть зачем, почему так не нужно делать? Ну… То есть мы бы могли все массивы объявлять всегда any, правильно? Нет, 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 конечно, нет. Но, насколько я понимаю, просто типы any, а не типы, которые вызывают type-разure, это дополнительный метод для массива, который будет потом приводить элемент и понимать, какой у него тип работает. Ну, соответственно, это просто будет работать дольше. Окей, окей. Так, хорошо, вот ты сказал про тип any. Есть у нас еще тип any object, а не в связке, так сказать. Да, да. А any object – это только для референс-тайпов, ну, для классов. Окей. Можешь рассказать мне какой-то практический пример использования any object-а? Где бы ты использовал object вместо any, например? Давай возьмем пример из UI-кита. Да, ну, допустим, мы пишем свой роутер, и так как там все контроллеры и вьюшки – это классы, мы можем просто в роутер список классов добавить, и чтобы не ссылаться на каждый класс или не создавать там op-activity type, сам протокол, мы можем просто написать any object, что массив будет хранить any object. Окей, хорошо, хорошо. Так, ладно, пойдем дальше. Значит, немножко теперь про коллекции и взаимоотношения поговорим. Знаешь ли ты, какой протокол реализует все коллекции? Вот, например, реализовать, значит, добавить метод, который в extension чего-то, в extension чего-то, который будет работать для всех коллекций. Куда бы ты это добавил? Я не могу, не понял вопроса. Ну, у тебя есть различные коллекции. Да. Вот у тебя есть массив, у тебя есть словарь, у тебя есть сет, и у тебя есть задача сделать метод, который ты бы добавил для всех них, чтобы со всеми этими коллекциями можно было бы работать. И в идеале это нужно сделать на уровне какого-то протокола, который все эти коллекции реализуют, правильно? Ты хочешь сказать, какой протокол под капотом у всех коллекций? Да. Ну, equitable. Нет, ну, equitable, он же не только у коллекций, мы же про коллекции говорим. То есть тебе нужно добавить метод для коллекций, для всех коллекций, которые есть. Вообще. Ну, нет, это будет, вероятнее всего, метод сравнения объектов. Для этого, вероятнее всего, для RA. Нет, это какой-то твой кастомный метод. Что-то ты хочешь сделать, вызывать у любого, чтобы иметь возможность вызвать этот метод у любой коллекции. Какой бы... А, какой бы протокол я расширил? Расширил, да. А, ну, протокол Secure. Какой? Secure. Secure. Хорошо, да. Блох. Так. Ладно, давай пойдем дальше. Про сет конкретно поговорим только, я думаю, на словаре не будем задерживаться. В сете как у нас, уникальные объекты хранятся или не уникальные? Ну, да, да, уникальные объекты. Хорошо. Вот поговорим про, как это добивается. Как добивается уникальность? Так, ну, под капотную реализацию множества я не заглядывал, но я просто думаю, что там сравниваются объекты. То есть сначала идет проверка типа, может быть, у нас массив как раз-таки к Энни. После этого у нас сравнивается их хэшевое значение. Если оно равно, значит, один из объектов удаляется. Может быть, я путаю. Либо мы просто сравниваем объекты с помощью... Там у нас есть метод сравнения в протоколе Equitable, и мы просто сравниваем объекты друг с другом. Если они равны, мы удаляем один из объектов. И у нас так вот происходит множество уникальных объектов. Окей. Знаешь ли ты, может, классические такие проблемы? Что будет, если вдруг придет объект? То есть вот у нас объекты по хэшам там хранятся, да? Мы говорим. Хэш. Как появляется хэш у объекта? Можешь сказать? Ну да, да. Есть такой метод. По-моему, это хэш-вэлвю. Я не помню конкретно там какие значения, но этот метод реализует уникальное число, по которому мы можем опознать этот объект. Ну, айтишник, грубо говоря. Окей. И вот всегда есть, в принципе, некая ненулевая вероятность, что хэш-вэлли может быть одинаковым для нескольких объектов. Если у тебя, например, огромный датасет. Коллизии, да. Да, вот, соответственно, коллизии. Есть какие-то, знаешь, по-моему, решения коллизий? Вот здесь я уже не знаю, я не могу сказать. Я это изучал, я помню, что я даже знаю то, что в Apple в дикшенере, если дикшенере выдает два ключа с одинаковыми значениями, и получается коллизия, то они все равно, какой подкапотной реализации, выдают два разных значения. Вот, да, я знаю. Окей. Ну, да, это такой, это на самом деле немножко из такого компьютер-сайенса, да, еще, то есть это классические структурные моменты, то есть есть коллизии, есть классические способы решения этих коллизий, у них есть там свои сложности, свои плюсы-минусы. Ну, окей. Хорошо, давай, я думаю, мы еще обсудим это потом. Пойдем дальше. Так, поговорили немножко про коллекции. Достаточно, не будем сильно задерживаться. Давай пойдем уже непосредственно к коду. Ну, значит, в коде у нас есть понятие опционала. Мы используем часто, постоянно опционалы. Зачем это нужно, можешь сказать? Ну, в основном это нужно, наверное, для работы с сетью, так как бывают случаи, когда сервер может не вернуть нам какое-то значение, или при декодировании этого значения мы получаем new, собственно, опционал. Это как раз-таки нам нужно для удобной работы, когда какой-то метод может нам не вернуть значение. То есть Swift, он говорит, ну, это может быть это, либо ничего. Поэтому мы объявляем опционалы. Окей, интересно. Так, ну, у нас вполне могут быть куча приложений без сети, правильно? Без работы с сети. Допустим, то есть, ну, действительно, можно написать там какой-нибудь счетчик, помодор, еще что-нибудь там, все что угодно, заметки можно без сети. Но мы все равно активно используем опционал. Как ты думаешь, может быть, есть еще что-то более, как сказать, не только для работы с сетью оно может быть нужно? Как ты думаешь? Ну, конкретного примера из разработки не приведу, наверное, потому что сейчас не вспомню, но попробую предположить, что они еще нужны как раз-таки для работы со Vue, потому что деинициализация Vue иногда бывает, нам иногда что-то нужно будет достать из экрана, и Vue у нас не всегда представляется. Смотри, мы можем пойти от обратного пообщаться на эту тему, то есть представим, что у нас нет опционалов. Что изменится, как ты думаешь? Вот у тебя нет опционалов, нет и force unwrapping, то есть, по сути, force unwrapping по дефолту, так сказать. Опционалов не существует. Что поменяется, как ты думаешь, в разработке твоей? У нас проблемы будут с даункастингом и апкастингом. Допустим, мы хотим привести стринг к слайс-стрингу или один протокол к другому, допустим, потому что там, в принципе, при даункастинге или апкастинге может как раз-то вернуться нил. Я вот думаю, это конкретно из моих личных примеров. Так, ну вот смотри, например, потому что в объекте все у нас не было опционалов, так таковы, прям типа опционалов, и мы жили, в принципе. Но бывали проблемы, да. Ну окей. Тут нужна какая-то подсказка, какую-то деталь я вам скажу. Нет, на самом деле просто момент с использованием, то есть насколько бы тебе было удобно работать без опционалов, каждый раз, как на мини, кастить, работать с объектами, то есть без такого, то есть опционал на самом деле очень защищает нас. Да, при работе с базами данных могу еще привести пример, когда мы какой-то объект по определенному ключу ищем, а его там нет. Ну или... О, опционалов довольно много в нашей разработке, правильно? Да, да, да. Я в третьих, собственно, да. Вспомнить иногда сложно вот так вот. Да, нормально. Ну вот сейчас еще вспомню пример, допустим, мы хотим... А, нет, это все, это будет ошибка в коде, это если мы обратимся к массиву. Хорошо. Скажи тогда, пожалуйста, какие у нас есть способы развертки опционалов? Ну, это force unwrapped, как я уже назвал, word else, разворачиваем объект optional chaining, или после... Я не помню, честно говоря, как называется этот метод, но после опционального свойства мы ставим знак вопроса, и потом у него уже вызываем какой-то value, если оно нам нужно. Тоже такой способ есть. Окей, а может быть, ты знаешь, что такое опционал само по себе вообще в целом? Под капотом? Да. Ну, это Enam, один кейс дженериковый, а второй кейс non, возвращает new как раз. Значит, это Enam, как, думаешь, могли бы мы этот Enam расширить при желании? Думаю, нет, он помечен как frozen. Ага, а что это значит frozen? Это Enam, которые нельзя расширять. Я не помню. Окей, окей, хорошо. Нет, это достаточно, думаю. Так, чуть-чуть еще про Enam мы поговорим. Значит, вот Enam действительно в Swift мощная штука, да? Что только с ними нельзя делать. Но для начала спустимся на момент обработки Enam. То есть мы обрабатываем Enam в классическом случае через switch case. Правильно? Ну да. И в Swift пойдем ли мы по всем кейсам? На самом деле switch останавливается на том значении, ну, выдает return на том значении, если кейс исполнился. Но также мы можем указать continue, продолжать, тогда он продолжит искать какое-то, может, другое подходящее значение. Так, точно ли это continue? Ну, там есть метод break, continue или return. Окей, окей. Но continue мы используем, насколько я помню, в циклах, чтобы следующий трат был запустим. Так? Ну да, для предотвращения рекурсий, да, да, да. Ладно, а можем ли мы, например, что-то написать при switch case, чтобы следующий кейс тоже обработать? Даже если текущий обработался, на следующий провалится. Ну, я кроме continue метода, честно, не знаю. Окей, окей, хорошо. В инаме в целом в Swift, можем ли мы добавить методы какие-то в инаме? Да, можем, как вычисляемые свойства. Так, методы, как вычисляемые свойства. Методы и вычисляемые свойства. Методы и вычисляемые свойства, хорошо. Класс. Можем ли мы сделать generic кинам? Можем. Как? Ну, пометить сначала, что, ну, сам, ну, в скобочках, и нам название в скобочках, и потом уже использовать этот generic тип внутри нам. Окей, хорошо, хорошо. Так, давай пойдем дальше. Значит, у нас есть вот классы, есть структуры, актеры, ты даже упоминал. Окей, есть один момент, по-моему, ты его, когда перечислял референс-типы, не упомянул. Клажуры. А, клажуры, ну, методы. Да, клажуры, методы, да, туда. Хорошо. Ты их отнес куда? Это референс-типы. Это референс-типы, супер. Можем ли мы сделать поле клажуром? То есть просто сделать в классе поле клажуром? Можем? Поле в плане? Ну, вот поле класса. Там, там, let или var, completion и его тип прописать. Тип можем. Можем, окей. Далее, теперь у меня есть такой тип. Внутри я бы хотел вызвать какой-то беда класса. То есть я такое поле клажур. Я теперь задаю это поле клажур, да, то есть оно, например, опциональное. Я его где-то задаю. Разворачиваю боди, фигурные скобки. Внутри хочу вызвать метод класса текущего. Self, там, что-то, что-то. Есть ли здесь какие-то проблемы? Могут ли быть какие-то проблемы? Мы сильно захватываем себя, да. Так, как нужно? По-моему, это называется capture list, список захвата. Да, мы просто ставим квадратные скобки, внутри пишем wick self. А no self не стоит делать. Потом, ну, word self не равно nil, и после этого мы можем использовать спокойно self внутри метода body, допустим. Окей, окей. Ладно, про референс циклы, я думаю, мы еще чуть-чуть поговорим попозже. Сейчас немножко про клажуры. Который, значит, вот этот capture list. В чем разница? То есть я могу сделать там wick self, конечно, да, то есть условно self схватить, но я могу при желании добавить туда все, что я хочу. Правильно? То есть я могу переменную, которую я использую внутри клажура, я могу к ней сразу обратиться, внутри клажура. Просто даже если она не через референс, то есть она не через текущий экземпляр обращается, например, в контексте метода. Вот у тебя метод внутри прям, я могу создать там let, какая-нибудь, не знаю, каунтер, закинуть прямо вот этот каунтер, обратиться к этому каунтеру внутри клажура без никаких capture list. Или я могу внутри capture list прописать там, не знаю, new counter равно counter и обратиться к этому. В чем будет разница? Ну, это значит то, что мы сильно захватим каунтер, и если мы его где-то вне поля этого клоужера захотим изменить, то мы как раз-таки захватим его значение в момент исполнения функции. И если значение изменится в момент исполнения, то мы об этом не узнаем. Ага, то есть давай какой-нибудь пример, например, давай представим, у нас есть переменная, пусть будет counter, 0. Далее, то есть мы ее объявили, далее в клажуре мы делаем там плюс равно 1, далее мы каунтер ставим 1 после клажура уже, после клажура, да, после вот этого объявления body-клажура 1 поставили. И далее мы вызвали после этого клажуру. Чему будет равен клажу? Один. Один. Это будет какой-то каунтер в этом случае. Ну, мы внутри плюс равно 1 сделали еще. Да, да, но вот, допустим, смотри, а вдруг мы захватили этот клажу раньше, и может быть такого? Так, так, не может, я думаю, может, мы в чат попробуем написать, чтобы было не так ослаблено. По точности, честно говоря, ну, так как это клажур и это референс тип, я думаю, что все, я склоняюсь, что ответ будет скорее всего один, может быть и два. Сейчас, хорошо, секунду, давай я напишу лучше в чат, чтобы не было, у меня было точно понимание, что мы с тобой на одной волне, ты понимаешь, что за пример, и как оно работает. Я немного в псевдокоде напишу, чтобы все там не расписывать, я думаю, все понятно. Вот такое. Значит, каунтер 0, комплишн какой-то блок объявили, и блока сделали каунтер плюс равно 1. После блока, после комплишн этого блока выставили каунтер 1 и дальше вызвали блок. Такая ситуация. В таком случае, да, ответ будет 2. Теперь разница, теперь то же самое, но каунтер мы захватили в Capture List, что изменится? Значит, мы его захватили сильно, и его нельзя менять во время исполнения комплишн. Так, что ты имеешь в виду? Ну, значит, что если мы сильно захватываем объект, ну, я уже рассказал, то его нельзя будет изменить, ну, извне, то есть внутри комплишна, когда мы захватим значение, внутри комплишна каунтер по-прежнему будет равен нулю, мы просто прибавим единичку. А когда сработает каунтер равно 1, он и будет равен одному. Так, значит, внутри блока наша переменная будет единица? Нет, внутри комплишна как раз-таки будет значение 0, а за комплишном, если там мы напишем равно, как раз-таки единица будет. Окей, окей, да, я думаю, я тебя понял, и я думаю, это правильно. Хорошо. Так, дальше поговорим немножко еще про комплишнены. Комплишны мы можем использовать как параметры методов, и нам иногда нужно прописывать там какое-то слово ключевое для комплишнов. Escaping, да, когда мы его пишем, почему? Мы его пишем, чтобы вернуть значение внутри комплишна, ну, то есть назад. Если я сейчас... Хорошо, давай так. Мы используем Escaping для того, чтобы вернуть значение, которое было ретернуто внутри самого Escaping назад, то есть чтобы мы могли его узнать, прочитать. Так, давай пример. Давай пример такой. У тебя есть функция Hello World. Функция хочет возвращать текст Hello World. И я решил написать функцию так, что в комплишне вернется строка Hello World. И это абсолютно обычная функция, вот такая. Просто функция, там комплишн параметр, параметр принимает строка. Я развернул комплишн, точнее вызвал комплишн, закинул туда строку Hello World. Ничего более в методе нет. Вот такой метод с кладжуром параметры. Нужно ли мне тут писать Escaping? Нет. Нет. Что нужно поменять в этом коде, чтобы нужно было писать? Как дальше? Ретерн? А, нет. У тебя в комплишне не должно что-то возвращаться? Комплишн принимает на вход строку. На вход строку. На вход строку. Возвращать? Нет, ничего не возвращает. А, ну вот как раз таки, если он что-то должен возвращать, тогда, наверное, нужно писать Escaping, использовать. И если у нас, допустим, есть какие-нибудь вычисления внутри функции самой, которые в параметры принимает комплишн. Которые в параметры принимают? То есть, например, если у меня такой метод, который и я внутри функции делаю какой-нибудь цикл, да, вычисления, какие-нибудь вычисления, например, цикл, и потом, вызывая комплишн, то комплишн должен быть Escaping. Нет, последний пример нет, а вот первый, да, если у нас сам комплишн должен что-то возвращать не Void, а именно что-нибудь, то есть какой-то тип, например. Хорошо, и закрепим, чтобы четко, да, и я, и ты поняли твой ответ. Значит, когда нужно писать Escaping? Escaping нужно писать, когда комплишн блок имеет что-то, комплишн блок что-то возвращает. Да. Какой-то тип, например. Я принял, я принял этот ответ. Хорошо, давай тогда вот такой еще кейс посмотрим. У нас, мы только что говорили, комплишн блок может быть полем класса, правильно? Ну, то есть он полем может быть. В этом случае комплишн блок у нас Escaping или Non-Escaping, как ты думаешь? Я думаю, честно говоря, я не знаю, как Swift представляет, но предположу, что Escaping. Почему? Все-таки это референс типы, и я думаю, что вероятнее всего в таких комплишн блоках мы должны что-то возвращать, если мы там присылаем к константе вот как раз-таки Clojure. Ну, мы же Clojure. Может, сейчас давай я напишу опять же в чат, что значит Clojure ничего не возвращает. Это вот такая штука. Это Clojure, например, она принимает строку, и вот это. Это ничего не возвращает, правильно? То есть если у нас строку принимает и возвращает, например, строку, то вот это Escaping. Escaping. Насчет Void точно не скажу, но, по-моему, это как раз-таки... Ну, либо Void, либо я могу поставить там просто скобку. Да, 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 да. Это вот как раз-таки ничего не возвращает, а второй пример ты написал, да, да, string to string. Это значение, да. Хорошо, я тебя понял, я тебя понял. Так, значит, про Clojure хорошо. Чуть-чуть, может быть, еще и дотроним, но в другом контексте. Поговорим давай наконец-то про ссылки, IRC, и вот это все как работает. Расскажешь мне, как IRC работает, что это такое вообще? IRC – это автоматический счетчик ссылок. Он предназначен только для референс-типов, чтобы как раз-таки считать, сколько у кого, на какой объект ссылок. Там strong, unknown или weak ссылок слабых. И как раз-таки этот счетчик ссылок, он у нас retain-релиз проставляет при компиляции, а считает уже в рантайме количество ссылок объектов друг на друга и удаляет объект из памяти, если у него нет strong ссылок. На этот объект. Так, что еще можно проявить? Хорошо, значит, давай для начала вот что попробуем понять. У нас изначально количество ссылок у объектов какое? Вот ты создал какой-то объект, написал let, там user, равно user. user – это пользователь какой-то, ну, это у нас класс. Я не хочу сейчас порождать массу, но читал где-то, что изначально подкапотная реализация, что у нас всех ссылок по одному, то есть и unknown, и weak ссылки по одному. И, допустим, если мы получаем одну еще плюс одну стронговую ссылку, то у нас автоматически еще анон прибавляется. Мы прибавляем, если мы делаем еще анон ссылку, то у нас weak ссылка еще прибавляется. Ну, это тема для холивара, честно говоря, я это где-то вычитал, не ручаюсь за людей, которые... Ну, не то, что для холивара, там, то есть действительно есть статьи, где конкретно написано, как это работает, что как подкапотом, но, да, мы не будем это обсуждать глубоко. Вот какой вопрос дальше. Теперь вот у нас был кейс, где мы сделали, например, let, там, user, условный user, да, такой. Если мы сделаем weak, var, user, будет какая-либо разница? Weak, var, user равно user, проинициализировали, задали. Что произойдет в этот момент? Будет краш, потому что юзер должен быть помечен как optional объект. Он optional, он optional будет. Будет ли объект содержать что-то? Как вот с точки зрения работы ARC, какое количество ссылок будет у этого объекта, если мы его создаем weak, var, user сразу? И задали прям юзер, там, инициализатор. И будет ноль ссылок. Ноль ссылок. У этого смысла нет, да. Окей. Хорошо, дальше пойдем. С точки зрения работы, значит, нашего completion блока, вот этих всех клажуров, вот мы поговорили, ты там уже упоминал, что нужно делать capture list, да, для ссылок. И эта проблема у нас как называется, когда ссылки друг на другу ссылаются? Сильно. Retain cycle. Retain cycle, да. Так, как ты думаешь, вот этот retain cycle, можем ли мы его как-то отдебажить, понять, что у нас он существует вообще в коде? Ну, если ты говоришь про memory graph в Xcode, да, можем. Мы можем понять, что два объекта сильно ссылаются друг на друга. Либо можем просто в методе, ну, создать dnit, он у нас по умолчанию не прописывается в классах, и там как раз-таки, ну, принт хотя бы прописать, посмотреть, заденитился тот или иной класс или нет. Окей, окей. Вот про dnit, кстати, тоже интересно. Смотри, как получается. У нас есть класс, у класса есть dnit, правильно? А у структуры есть dnit? Нет. Окей. А как, ладно, структура, то есть теперь... Хорошо, так, это пока ставим. Представим, у нас объект, мы ему убрали ссылку. Ну, минус один сделали, стало количество ноль. В этот момент, с точки зрения памяти, что с объектом происходит? Он динфицируется. То есть, как только у объекта стал счетчик ноль, он все, он удален, его не существует. Или, то есть, вот этот процесс вообще, как это работает? Какой момент он удален? Ну, есть такая известная табличка, life cycle. Ну, life, когда еще объект жив, потом идет dnit, когда у нас ноль сильных ссылок и ноль всех остальных, мы сразу приходим к состоянию dead. Потом, если у нас есть анонс ссылки, мы спускаемся на уровень ниже. dnit, или как-то так он называется, тогда у нас удаляются анонс ссылки. Если нет викс ссылок, мы переходим к dead. Если есть анонс, ой, викс ссылки, то мы их удаляем, и потом переходим в состояние freed, удаляем боковую таблицу, и только потом мы переходим в состояние dead. Ну, в это состояние. А, ну, я понял, я понял просто. Ага, хорошо. Ладно, ладно. Так, расскажи, пожалуйста... Кстати, насчет структуры, я перепутал. Я думаю, что все-таки есть динтицилизаторы в структурах, есть же динтицилизаторы. Мог это забыть. Да. Мы, я думаю, еще поговорим потом о том. Да, да, да. Так, да, вот у нас есть функции, есть статические функции, бывает еще класс-функции. Можешь ли ты рассказать разницу вот этим между тремя такими штуками? Функции, экземпляры, класс-функции, статическая функция. Ну, давай тогда начнем со статика класс. Что это такое? Это специальные property, которые предоставляют нам неизменяемое свойство. То есть, допустим, если мы не хотим, чтобы это свойство где-то переопределялось. То есть, если мы пишем статик функцию, то есть статик перед функцией, то этот метод не может быть переопределен в наследниках. Если мы пишем класс, то этот метод может быть переопределен в наследниках. Насколько я помню. Еще класс у нас... Можно пометить обычные свойства, статик, и вычисляемые свойства мы можем пометить классом, насколько я помню. Окей, окей, хорошо. Что бы ты использовал, вот если тебе нужно выбрать между класс-функцией и статик-функцией? Что бы ты использовал, как бы ты это обосновывал? Ну, давай кейс возьмем, да, какой-то, чтобы не быть голословленным. Тебе нужно делать синглтон. Синглтон какой-нибудь дата-менеджер. Что бы ты в этот момент использовал? Класс или статик? Ну, в синглтоне ставим статик. Класс, он... Ну, так, любое свойство, помеченное классом, имеет возможность переопределения в подклассах. Но статик может быть только stored property или computed property, ну, то есть статик. А класс может быть только computed property. То есть он может быть переопределен, ну, то есть функция или computed property. Окей, окей, хорошо, хорошо. Так, структуру, когда... Вот у меня есть поля в структуре, и мне... Я хочу сделать метод в структуре, который позволит изменить поле. Да, кто-то с ним сделал, там, добавить в это поле что-то, поменять там строку, например, да? Какой-то некий сеттер для поля сделал, скажем так, в структуре. Могу ли... должен ли я какое-то ключевое слово поставить? Мутейтинг, это да-да-да, потому что... Ну, можно поставить еще ключевое слово in-out в параметре, не знаю, что еще, кроме мутейтинга. Вот, да. Окей, хорошо. Структура у нас еще имеет дефолтный индицилизатор, правильно? Да. Могу ли я добавить свой индицилизатор и оставить дефолтный? Вот в классах точно нет, а в структурах, по-моему, если только твой индицилизатор отличается от дефолтного, ты все равно можешь по дефолтному поставить, ну, то есть ты используешь дефолтный после этого, иницилизатор. То есть ты сам свой пишешь, но при этом остаешься с дефолтным, если хочешь его использовать. Хорошо, я тебя понял, я тебя понял. Так, ладно, давай теперь поговорим про SwiftUI. Вот у нас такая секция внезапная, попробуем пообщаемся. Начнем давай с некой тут тоже концепции базовой. Значит, вот всем известные слова, SwiftUI – это декларативный подход к написанию UI. Как ты это понимаешь? Что значит декларативный подход? Ну, об этом много читал. Императивное от декларативного отличается тем, что в императивном мы точно указываем объекту, что делать, куда пойти. Ну, там, то есть рассказываем, что, как, где, куда, а в декларативном мы описываем, что мы хотим получить в результате. То есть этим отличаются два подхода. Ну, допустим, мы в Yoakite можем точно указать у объекта offset. Мы точно… ну, хорошо, вот ограничимся на offset, то есть где он должен быть расположен, там, цвет и так далее. А в SwiftUI мы сразу описываем, там, с помощью пэддингов, какой объект мы хотим получить, с помощью alignment мы определяем, где мы его примерно хотим получить и так далее. Это декларативный метод. Окей, окей. Можешь ли ты мне рассказать, может, про какие-то базовые компоненты SwiftUI, которые мы используем? Ну, вот, грубо говоря, создаешь ты вот файл новый с SwiftUI, из чего вообще он состоит, какие там какие-то базовые компоненты? Ну, прежде всего, это структура любая, которая реализует протокол Vue. Это внутри этой структуры должно быть computed property body, который возвращает там сам Vue, это OPPQ type, и внутри мы уже делаем Vue-шку. Ну, и превью, в конце, если есть. Ну, понятно, окей. Ну, там еще стейт-свойства, биндинги, стейт-опчер. Мы поговорим. Мы поговорим. Значит, для начала, давай в целом попробуем понять, почему у нас в SwiftUI все вьюхи – это структура. Вот в обычном UI-кете UI-вью – это классы. UI-вью-контроллер – весь UI-кет в целом классы. Почему здесь у нас какая-то такая штука, очень похожая, как будто бы по смыслу, но она структура. Как такое возможно? Почему она такая? Честно говоря, на вопрос, почему я не отвечу. Так. Ага. Ну, давай предположим, опять же, это создано для того, чтобы у нас не было проблем с референс-типами и ретейн-сайклами. То есть, возможно, когда с одной вьюхи мы можем ссылаться на другую вьюхи, в SwiftUI такого не будет. Ну, то есть, дочернюю вьюхи. Ну, тут, знаешь, про что еще вопрос больше, я думаю, про то, что из себя вообще это вьюхи представляет, может, ты расскажешь. Что это вообще такое? Вот это структура, вот какое-то рандомное вьюхи, которое мы делаем, там, структура, да, условно, контент-вью какой-то. Что это такое? Это непосредственно условный UI-вью, прям вот, знаешь, отображение? То же самое, что UI-вью в UI-ките или нет? Как ты думаешь? Ну, я знаю, что под капотом SwiftUI это, по сути, UI-кит, обертка над UI-китом, но я немного не понимаю, почему структура... Честно говоря, да, я, наверное, не смогу ответить на этот вопрос. Окей, хорошо, мы, я думаю, потом еще поговорим про это, я запишу. Ладно, давай дальше пойдем. Так, поговорим, попробуем про какие-то основные моменты с F2I. У нас очень много всего, у всех UI, вот, какие, знаешь, собачки начинаются, разные, property-wrapper, так называемые. Да, 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 да. Может, давай для начала вообще концептуально, что такое property-wrapper, можешь рассказать? Ну, property-wrapper, property-wrapper помечаются у нас те свойства структуры, вычисляемые, а, нет, они не могут быть вычисляемыми, те свойства, которые у нас изменяются, и с помощью этой пометки мы хотим сказать view, чтобы она обновилась. Сейчас, извини, может, это ты про другое, наверное, говоришь, потому что я спрашиваю базово вообще, что такое property-wrapper само по себе. Условно, можем ли мы свой property-wrapper создать? Что это вообще такое? Знаю, что можем, а про property-wrapper, честно, не скажу я. Просто это то, что под коробкой лежит вот этих всех оберток, скажем, в рапперах, которые мы используем, просто вот, да, понять, из чего состоять. Окей, сейчас давай поговорим уже про какие-то конкретные property-wrapper. Например, есть, давай я попробую тебе задать какой-то кейс, ты мне можешь подсказать, что ты будешь использовать для этого, окей? Хочу я иметь поле counter, обновлять его, и чтобы этот каунт в кнопке обновлялся тоже. То есть я на кнопку нажимаю, у кнопки is label, label, чтобы обновляется, да, и counter, чтобы обновляться. Что ты для этого будешь использовать? State. Ага, как он работает, расскажи, пожалуйста. State у нас работает по тому принципу, если мы обновляем свойства, которые у нас есть, то мы обновляем ту часть экрана, где это свойство лежит, либо полностью экран, если это там цвет, допустим, background. То есть экран понимает, когда нужно обновить, когда мы обновили свойства, допустим. Окей, давай теперь такой кейс. Есть у тебя лист, да, объект, такой лист из объектов и ячеек, назовем их так, вот этих, неких ячеек. Эти ячейки – это отдельные вьюхи, вот, и ты хочешь теперь внутри этой вьюхи использовать каунт, который сверху, там, снаружи был обновлен. Как ты его туда передашь? Ну, сначала мы создам State-свойства у родительской вьюхи, и потом поставлю бидинг-свойства в дочерней вьюхи, буду как раз-таки в листе помечить, что вот каунтер туда поставил. Окей, окей. Так, расскажи просто концептуально про разницу… Сейчас, секунду. Про ObservableObject, пожалуйста, расскажи, что это такое, как используется. ObservableObject или State и Observable? Вот это все вместе. Хорошо, ObservableObject – это протокол, которым мы можем пометить класс, у которого хотим замечать изменения в его свойствах. Ну, эти свойства должны быть помечены published. StateObject и ObservableObject нам как раз-таки помогают определить этот класс в нашей вьюхе и, соответственно, внутри нашего вьюху отслеживать изменения. То есть, допустим, ну, или внутри вьюхи, то есть мы отслеживаем изменения, допустим, какого-то свойства этого класса и, соответственно, перерисовываем вьюху, перерендерим, перерендерим. У тебя сейчас звук пропал. Да, это все хорошо. Так, скажи, пожалуйста… Сейчас, момент, секунду. Меня тут чуть-чуть оттыкают. Так, вот… Хорошо, да, извиняюсь. Это нормально. Я специально не включал звук, у меня тут были моменты. Так, значит, про ObservableObject рассказал. Хорошо. Теперь интересно мне вот какая разница. Когда нам использовать StateObject? Точнее, State, StateObject. Когда мне нужно поле как State использовать, а когда нужно поле внутри вот такого AbsurdObject использовать? Как ты думаешь, что вот эта разница между тем, чтобы внутри вьюхи написать поле, которое я хочу отслеживать, или когда я хочу это поле отслеживать внутри условной вью модели, да, какого-то объекта? Ну, я концептуально понял, но обычно мы все State, которые есть во вьюхе, мы их помечаем private, и они в основном отвечают за поведение самой вьюхи, то есть, ну, мы не приписываем тогда условные каунтеры, а мы туда приписываем, допустим, там цвет изменился или нет, то есть, допустим, цветовую схему. Мы туда можем приписать какой-то размер вьюхи, то есть, допустим, чтобы если одно свойство поменялось, у нас как раз-таки поменялся, там, допустим, размер внутри вьюхи, там кнопки, например. Да, я просто хочу понять, когда вообще вот этот AbsurdObject использовать? То есть, почему бы просто все поля не писать, как стоит внутри вьюхи? Нет, нет, мы во вьюмоделе определяем свойства, которые у нас будут отвечать за, ну, не поведение, а за отображение во вьюхе, то есть, там какие-то данные у нас и так далее, и мы будем потом передавать в эту вьюмодель, если, допустим, у нас там Network Service, вьюмодель будет забирать эти данные, они будут обновляться и как раз показываться на вьюхе. То есть, архитектура MVM, она сама просто предполагает, чтобы какие-то данные, которые мы получали из нее, они находились во вьюмодели, но я сейчас больше изучаю не MVM, а редукс архитектуры, они все же немного поудобнее с X-Thor. Можем туда заглянуть. Я думаю, может быть, можно заглянуть, но давай пока все еще поговорим про SwiftUI. Давай. Дальше мне что интересно понять, жизненный цикл, собственно, вьюхе. Можете мне рассказать, как он контролируется, как мы можем его контролировать жизненный цикл? Можно с базового начать, например, есть ли у нас какие-то методы, которые срабатывают в части жизненного цикла? Ну, и концептуально, когда вот у нас вообще мы понимаем, что изменилось, вьюха та же самая. Можешь как-то рассказать? Ну, может быть, насчет контролировать не скажу, а вот как выслеживаю, да, это онапир и ондизапир. У нас есть такие методы у вьюхи. Ну, онапир вызывается, когда вьюха у нас отрисовалась, она полностью нарисовалась, у нас тогда вызывается онапир. Ондизапир, когда у нас дениться вьюха. Как раз-таки. А второй вопрос? Да, вообще, ну, то есть это относится к контролю вьюхи. То есть как SwiftUI понимает, что вьюха одна и та же? Или там, что это другая вьюха? То есть как ты думаешь, как вообще SwiftUI под капотом работает? К примеру, у тебя есть, ну, классический какой-то пример, у тебя есть имидж, имидж, да, который мы можем использовать в SwiftUI. И мы можем отображать его сверху и снизу. Имидж этот. И можно сделать, то есть вот как... Мы можем написать какое-нибудь условие, типа if. If какой-то boolean, покажи имидж, который с апсетом наверх. Там имидж else, покажи имидж, который внизу. Ну, картинка одна и та же, ну, содержание имиджа вот этого. Но вот при такой, например, в таком случае, когда у нас есть if, else, как ты думаешь, SwiftUI как будет работать с этой вьюхой, этим имиджем? Как с двумя разными имиджами или как с одним и тем же имиджем он будет работать? Это с точки зрения памяти и, возможно, где-то анимации и вот каких-то появлений? Нет, он будет работать как с одной вьюхой. Просто он, возможно, будет при анимации, ну, если мы поставим анимацию, он будет снижать постепенно opacity, там, миллисекунды у первой вьюхи, которая наверху, и как раз-таки повышать opacity, которая будет внизу, ну, или наоборот, в зависимости от булина. Но это будет одна и та же вьюха. Когда ты говоришь одна и та же, что ты имеешь в виду? Значит, это одна и та же памяти вьюха? Да, 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 да. Собственно, тогда получается, например, если у тебя есть вьюха, пусть будет такой сценарий. У тебя есть вьюха, есть какой-то контент на экране, есть некий хидер на этом экране тоже. И хидер с тайтлом, может, с какой-то другой вьюхой, да, то есть какой-то отдельный хидер. И он показывается при условии. То есть если есть условия, мы его показываем, если там, ну, то есть если true, показываем, если false, не показываем. Окей? И получается, есть хидер, показываем, не показываем, есть основное body, которое мы всегда показываем. Как SwiftUI будет все это рендерить? Как ты думаешь, вот он будет считать, что у нас есть текущая вьюха, и вот хидер есть, хидер, когда мы поменяем boolean на false, у нас полностью перерисуется все, весь контент, или у нас просто, не знаю, знаешь, как-то пропадет только хидер, а контент основной останется, ничего не будет перерисовываться, связанное с основным контентом, то есть перерисуется только хидер. У нас только хидер, остальные не затронутся. Ну, вообще, это алгоритм оптимизации, и это достаточно просто проверить, поставить у каждой вьюхи бэкграунд, разных цветов, там, random color поставить, и при изменении мы как раз-таки можем отследить, было ли изменение, там, допустим, дочерних вью, если было, то там цвет поменять, соответственно, я думаю, что он не поменяется, если мы чисто хидер скроем, потому что он у нас находится в навигейшн баре, а остальной контент не затрагивает. Ну, вот какой момент, мы же как же его скроем, мы поменяем boolean, правильно? Хорошо, если с boolean, то... Ну, не с boolean. Так, а изначальный вопрос? Ну, тот же самый, то есть будет ли перерисовываться все на экране, или только хидер будет перерисовываться? У нас, еще раз, у нас хидер показывается, скрывается, по сути, у нас и хидер перерисуется, и картинка внутри EFL. Окей, окей, да, хорошо. Ну, в принципе, так и есть. Может быть, вернемся потом к этому еще раз поговорим, концептуально, по сути, в целом. Ну, ладно, давай пойдем дальше. Хорошо. Да, про сихию, на самом деле, много, про что можно говорить. Давай, например, еще так затронем скользь, что такое вьюбилдер. Можешь ли ты рассказать? Вьюбилдер – это как раз-таки property wrapper для компьютер-пропертями, ну, свойства или для методов, которые могут не вернуть вью. Ну, вот насколько я свой кейс могу рассказать, это, допустим, я делаю роутер, и внутри него я прописываю, что вот у меня столько-то вьюшек будет. Но свист-то не знает, там будет столько-то или еще будет там энное количество вьюшек. И пометив метод вьюбилдер или, допустим, компьютер-проперти, я могу сказать, чтобы он построил мне из этого мою вьюшку. Ну, там, допустим, кейс возвращает вью, например, к примеру. Ну, могу сказать, что вьюбилдер применяется, когда у нас есть условия там внутри файлс. Ну, можно обернуть и файлс в групп, и тогда вьюбилдер не понадобится. А вьюбилдер нам помогает еще делать замыкания, то есть очень удобные. То есть, допустим, мы при инициализации, то есть пишем, допустим, ну, как сказать, мы создаем свой кастерный элемент, у него есть там инициализатор, и мы должны положить в инициализаторе там какой-то generic content, который conformed view. Мы там пишем вьюбилдер, и у нас автоматически создается замыкание. То есть, ну, если в конце не инициализаторе прописания. Окей, хорошо. По этому моменту, смотри, такой, да, чуть в сторону вопроса, но все же. Вот мы создали, значит, ты уже говорил, что когда мы создаем view файл, да, какой-то, ну, SwiftUI файл, у нас есть структура, у нас есть body некая. И, по сути, в body должна вернуться какая-то одна вьюха, правильно, по итогу? Но мы можем, ну, то есть, мы можем обернуть все там в vstack, hstack и внутри все написать. Или нам, в принципе, ничего не мешает, несколько вьюх подряд написать. Например, поставить там title, button, какой-нибудь text view, ни во что это не оборачивать, и все работает. Body возвращается, а цепки компилятора нет. Мы не обернули них в стэк, вообще никуда. То есть, у нас три вьюхи отдельно стоят внутри body. Почему это работает? Может быть, потому что сам метод body, как computer property, я предполагаю, что он сам подписан на view builder, может быть. Может быть, внутри него все это оборачивается в group, то есть это контейнер, или можно предположить, что он оборачивается в vstack, потому что если расположить так, я думаю, они все-таки, вот эти вот, текст, что-то там еще будет располагаться вертикально. Окей, хорошо, интересно, да, тут есть, я думаю, правду. Так, давай поговорим про верстку. Как у нас верстка устроена? Как у нас вообще устроена в SwiftUI верстка? Расскажешь? Да, у нас есть три типа контейнера, ну, условно три, потому что группа еще есть. Это vstack, hstack и zstack. В vstack все элементы, которые мы прописываем, они у нас будут располагаться вертикально, для hstack, соответственно, горизонтально. В zstack все элементы будут накладываться друг на друга. Ну, можно еще компоновку. Ну, чем выше мы прописываем элемент, тем он будет глубже по иерархии. Если мы говорим про hstack, в vstack, то первый будет там выше или левее. Первый объект. В zstack именно по такой иерархии будет. Окей, окей. Давай, думаю, будем закрываться части по SwiftUI. Давай вот такой поливар обсудим. Как ты думаешь, готов ли SwiftUI сейчас для вот такой продакшн-работы? Или, может быть, даже с точки зрения, какие проблемы могут быть при разработке на SwiftUI? Ты это встречал или, в принципе, знаешь? Ну, я думаю, что это не SwiftUI готов, а разработчик должен быть готов к SwiftUI, потому что сейчас SwiftUI реализует достаточное количество компонентов из UI-кита, которые позволяют сделать нормальные, допустим, даже кастомные какие-то элементы. Много татуиров уже достаточно. Но это, конечно, все еще зависит от таргета. Если мы ставим таргет 13, потому что у нас SwiftUI поддерживает 13 таргет, то мы там столкнемся с большим количеством багов, со скроу-вью, с неизменными бэкграундами таблиц, ну, не таблиц, листов. Там есть еще достаточное количество багов, но в продакшн-е уже можно использовать. Там даже с 15-й оси можно. Проблема с навигацией есть. С 16-й оси ее поправили, но многие еще выпустили библиотеку, которая с 14-й оси. Можно написать что-то самому, допустим, роутер использовать, и там с 14 оси его тоже можно использовать. Да, ну вот так что, да, SwiftUI жив, но, опять же, я начал писать на SwiftUI. Я хочу изучать UIKit, потому что, ну, больше контроля. Я готов даже мириться с тем, что я буду использовать SwiftUI вьюшки внутри вью-контроллера. Вот даже с этим готов мириться, потому что некоторые методы оттуда нам будут нужны все-таки, поэтому я UIKit не забрасываю, типа, на глубинную полку. Он нам еще будет нужен долгое время, поэтому... Но SwiftUI сейчас вообще самое время изучать, и самое время уже там переписывать приложение. Хотя бы спокойно с ним. Да, хорошо, хорошее мнение. Класс, давай. Много можно еще спросить после SwiftUI, конечно, но мы по времени все-таки ограничены. Давай мы остановимся на этом моменте после SwiftUI. Поговорим чуть-чуть еще про какую-то базу. Про потоки я хотел поговорить конкретно. Про работу с потоками. Значит, ты сказал, ты работал с SyncWay. Работал ли ты с чем-то еще, кроме AsyncWay? GCD. Давай мы поговорим тогда концептуально про разницу работы с GCD и с AsyncWay. Есть ли какая-то концептуальная разница? Ну, давай начнем с того, что в GCD мы хотя бы можем контролировать, в какой поток мы засунем выполнение задачи, и в этом же потоке мы будем знать, что у нас задача выполнится. С SyncWay хоть и синтаксис намного проще. Поставил Async в методе, потом и wait там, где нужно, внутри метода. Все, у нас все готово. Но подкапотная реализация SyncWay не дает нам точно знания о том, в каком потоке именно будет выполнена та или иная задача. Она может даже перепрыгивать с потока на поток из-за внутренних оптимизаций. Это первое. Второе. Насчет GCD. GCD не слишком-то и дружится с SyncWay. Да. У нас могут быть разные казусы, если мы перепрыгиваем с GCD на SyncWay. Я даже помню, есть специальные обертки, которые, ну, допустим, мы пишем GCD-очный код, и мы его можем пометить. Я уже не запомнил название property в раппера, но его суть заключается в том, что мы помещаем там метод, и что нельзя использовать SyncWay с этим методом, потому что, ну, мы там внутри будем использовать GCD. Если мы потом вызовем этот метод где-нибудь на сервисе, то через SyncWay попытаемся его использовать, то не получится. У нас сразу капиллятор выдаст ошибку. Окей, окей. Давайте попробуем теперь, чтобы где-то сэкономить время, попробую я тебя точечно спрашивать по потокам. Начнем с... Давай начнем с SyncWay. С новенького. Значит, вот есть у нас SyncWay. Я хочу вызывать... Я хочу вызвать три метода. Во-первых, нет, давай начнем с такого. Где мы вызываем методы SyncWay? В какой среде мы должны вызывать эти методы? Желательно их вызывать в актере. Или я не могу, не знаю. Ну, к примеру, хочешь ты внутри класса вызвать SyncWay метод? Что тебе потребуется для этого? Что тебе потребуется? То есть можешь ли ты просто внутри другого метода написать вызов Wait функцию SyncWay? Ну, нет, нам потребуется синхронная среда. Это task. Можем использовать task. Ага, вот у тебя есть такой task. Внутри task ты... Либо актер использовать. Ага, да, окей. Вот, к примеру, есть у тебя task. Внутри task хочу вызвать три метода. Awaited. Но какой момент? Я хочу не Awaited, хочу, чтобы первый и второй метод асинхронно выполнились. Третий синхронно дождаться его завершения. Окей? И потом вернуть, дождавшись завершения всех трех. Могу я такое сделать? То есть не подряд, знаешь, первый выполнился, подождал, потом второй выполнился, подождал, третий выполнился. А запустить сразу два параллельно, третий подождать обязательно. И потом дождаться завершения. Асинхлет попробовать их выполнить они будут, а второй как раз-таки через await. Окей, хорошо. Далее пойдем. Если у меня есть метод, очень часто такой бывает, системный, который работает через completion все еще, не через асинхвейт. Могу ли я как-то сделать свою обертку асинхвейт? Если могу, то как? Наверное, можно, но не подскажу, как сделать обертку. Хотя, может быть, таск-групп нас выручит, а мы можем поместить... Не-не-не, не туда, не туда немножко. Тут конкретные методы есть, которые нужно узнать, которые, собственно, Swift предоставил для обертки над любыми другими методами. Congregation. Да-да, чтобы сделать из них асинхвейт. Окей. Так, давай дальше теперь поговорим про такую вещь. Значит, вот у тебя есть таск. Два методы, к примеру. Соответственно, у нас резонный вопрос возникает, а в каком потоке мы вообще работаем? Потому что, да, мы туда-сюда работаем. Давай вот мы разберем несколько сценариев. К примеру, такой сценарий. Мы возьмем SwiftUI. SwiftUI внутри... Вот вьюха у тебя есть, в боди. В боди есть такой метод таск. Точнее, модификатор таск. Внутри его мы вызываем спокойно асинхвейт метод. Как ты думаешь, в каком потоке там все будет работать? В мейне. В мейне. Окей, теперь мы внутри этой вьюхи структуры, мы внутри структуры создали метод. Отдельный метод создали, назвали его handleRequest. И там сделали таск и вызвали awaitMate. В каком потоке все это работать будет? А, я понял подвох, я понял. Но... Если мы говорим про вью, я думаю, что все-таки... Нет, не мейн, а возможно будет глобал очередь. А вот если мы говорим про... Класс... Ну... Нет, мы говорим про структуру, то же самое, да? Да, да, да. Либо мы вызвали внутри таска вьюхи, да? То есть боди. Внутри боди вызвали. А, да, я знаю. Или мы вызвали в отдельном методе. Мы это описали и хотим понять. Внутри боди будет мейн поток. А вот внутри отдельного метода, ну, допустим, мы там пишем метод, там таск, и там уже глобал очередь будет. Почему? Откуда вот это понимание у тебя? Почему вот внутри боди мейн поток? Я читал про таски. Таск, насколько я знаю, он читает окружение, где он находится. То есть он, ну, понимает, где он находится, там, класс, там, вьюшка или где. И в связи с этим он может понимать, на какой очереди там выполнять что-то. И, может быть, я не прав. Ну, окей, окей, но все еще это не дает ответа. Почему ты уверен, что внутри боди на главном потоке? Потому что... Не боди внезапно глобал. Ну, рендер вьюшки делается только на мейн потоках, насколько я знаю. И, вероятнее всего, все, что будет связано с вью, будет выполняться на мейн потоке. А методы... Методы-то у нас референс типа, возможно, возможно. Ну, честно говоря, как-то обосновать это, я не знаю, наверное, не получится, кроме первого. Окей, окей, закопался, да, немножко в этом плане. А есть какие-то подсказки, может? Ну, смотри, я бы зашел с реализации. Знаешь, там есть некий модификатор у боди, когда ты, вот, если открыть вью, само, вот, ты же, мы же, структура у нас реализует протокол вью. И в этом протоколе описано, что нужно, вот, реализовать боди. И это боди там чем-то помечено, особенно. Мейн. Так, чем? Ну, оно не просто мейн называется, а как называется, помнишь? Мейн актер. Мейн актер, хорошо. Вся суть, конечно, в нем. Все. И теперь, окей, вот, плюс-минус, теперь нужно сопоставить вот это как-то. Да, потому что у структуры нет такого модификатора, а внутри компьютер-проперти, конечно, есть. Да, я понял. Окей, хорошо, да. Теперь вот, да, собственно, есть у нас, к примеру, вью-модель. Что с ней делать, как ты думаешь? Это у нас класс какой-то, который, этот, да, absurd object реализует, absurd object. Да, 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 да. Что с этим классом? Внутри класса мы пишем методы, те же методы для запросов в сеть. Как ты думаешь, там у нас есть гарантия, что все на главном потоке, или нам нужно гарантировать используемые актеры? Нет, я думаю, что метод... Ну, вообще, на самом деле, желательно использовать main actor, причем сразу на класс, а не на какие-то методы. Но, допустим, если мы пишем метод из UI-кита, который именно говорит о том, чтобы вьюшка перерендерилась, то вот его нужно обязательно помечать как main actor. А насчет паблиш-свойств, я думаю, что... Ну, в принципе, не нужно как-то класс помечать, я думаю, что под капотом паблиш-свойства тоже помечены как main actor, но это не факт, не факт. Окей. Так, вот смотри, ты сказал такую штуку, что стоит весь класс пометить main actor, так, вместо того, чтобы методы отдельно помечать у UI-моделей. Как ты думаешь, почему? Ну, то есть, в принципе, вроде мысли хорошие. Почему бы... Но есть мысль, можно сказать... Слушай, я бы хотел помечить столько методов, которые я вызываю, например, из вьюхи, которые я прям хочу гарантировать. Почему там таким образом? Ну, в первую очередь, потому что, если мы из вьюхи берем состояние в UI-модели, ну, то есть, соответственно, свойства, они обновляются, то они должны обновляться из main потока. И у нас будет синий... Прежде всего, у нас будет синий флажок о том, что мы не можем обновить из background потока вот эти паблиш-свойства. Так, но где у нас background поток вообще будет? То есть, в этой связке у тебя есть вьюх, у тебя есть вьюх-модель. Правильно? В какой момент будет у методов, которые обновляют паблиш-свойства? Возможно. Методы работы с сетью. Правильно? Например, запросы в сеть ты имеешь в виду? Ну, да-да-да-да. Окей. Понял тебя, понял. Но давай я попробую еще более точно. К примеру, у нас есть массив с данными. Паблиш-массив. Мы его действительно обновляли. Использую, обновляю я его в background потоке. А читаю я из него, к примеру, из главного потока. Компилятор мне ничего не сказал почему-то. Не подсказал ничего такого. Но вот концептуально, видишь ли ты в этом проблему какую-то или нет? Да, свойство из background потока не изменится. Его нельзя будет обновить. То есть метод, который должен будет изменить это свойство, он не сделает этого. Так, подожди. Но у нас массив находится внутри вью-модель. То есть у нас есть как... Это просто класс, правильно? Почему ты говоришь, что свойство не изменится? Это же просто класс. А вдруг я хочу его использовать в бэкграунде вообще? Абсолютно все это вью-модель. Нет, 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 мы не пометили класс майнатором. Нет, мы давай, мы вот это убрали. То есть мы давай тогда по-другому. У нас есть какой-то класс, у него есть запрос в сеть, есть массив, который он обновляет после получения данных из запроса в сети. Получаем мы в бэкграунде, например, все это в completion происходит, в completion блоке, да, там, получение данных. Completion блок почему-то вернулся не на главном потоке, мы обновляем массив. Можем мы так делать? Ну, в принципе, мы можем так делать? Будет ли у нас прям... Да, да, можем, но вью-то не обновиться. Так, окей. Теперь отдельный момент с вью, да. Вью не обновиться. Вью, говоришь, надо, чтобы на главном было. Правильно? Обновление вью на главном. Ну, если мы подписываем под Abserved Object и именно во вью, инициализируем вью-модель, то да, у нас будет синий флажок, и мы не увидим изменений на вью. Окей. Я теперь хочу вот что понять. Давай прям тогда об лицо вот это спрошу. У нас в слифте, в нашей коллекции, они потокобезопасны или не потокобезопасны? Как ты думаешь? Нет, они не потокобезопасны. У нас есть даже Async коллекция. Вот насчет, как их обезопасить. Ты уже наперед думаешь, да, сразу? Следующий мой вопрос, правильно. Мы можем пометить паблиш-свойства, допустим, private, и обновлять его, и использовать, допустим, нс-локи, допустим, или mutex, и будем использовать, когда будем обновлять. То есть мы будем представлять mutex, все, он закрылся, обновляем, открываем, все, поток. Окей. Божем так. На этой теме давай, по-моему, как раз перейдем к GCD, парочку вопросов. Значит, вот есть у нас в... Ватинг-эвейте мы можем дождаться выполнения всех методов, правильно? Эвейтить, и дальше что-то сделать после них. Можем ли мы в GCD так сделать? Дождаться выполнения трех методов, к примеру, и потом после этого что-то сделать. Одно. Обновить экран со всеми полученными данными. Или там что-то сделать. Ну, я предполагаю, что это должна быть serial, ой, concurrent, concurrent тогда очередь, потому что у нас два параллельные исполняются. Нет-нет, давай еще раз. У нас скрим метода. Просто задача такая, дождаться выполнения трех методов, условно. Ладно, двух, неважно. С каких-то методов нужно дождаться выполнения, и потом сделать какое-то действие. После того, как мы точно знаем, что все эти три-два метода завершились, неважно. Ну, хорошо, давай так. Создаем dispatch-очередь, помечаем его как serial, пихаем сначала первый, который должен дожидаться, потом создаем dispatch-queue-concurrent, она должна исполнять, и еще плюс вызовем там внутри, через async, вот эти вот два метода, и мы тогда получим тот результат, который мы получали в async-weight. Странно так. Так, еще раз. Задачу, чтобы ты мешаешь async-weight немножко здесь, да? Задача просто у нас есть три метода, не async-weight, а просто методы. Они параллельно все выполняются, непоследовательно. Мы забыли про то, что мы пытались сделать с async-weight, да? Просто дождаться, а дети дожидаться. Синхронно. Да, задача в том, чтобы дождаться выполнения всех трех. Именно, что мы выполнили все три, и дальше делать какое-то действие. То есть ты предлагаешь поместить все в синхронную очередь. Правильно я понимаю? Да. Но дает ли нам синхронная очередь гарантию? То есть что нам вообще дает синхронная очередь? Разве она нам не дает только то, что задачи стартанут друг за другом? Есть ли гарантия, что второе стартанет после первого? Но нам даже это не нужно на самом деле. То есть наша цель – это понять момент времени, когда все три завершились. Это же запросы в сеть, к примеру. Ну, условно. Ты делаешь запрос один, запрос два, запрос три. Разве ты можешь с помощью такой конкурент или сериал-кью гарантировать, что эти все три запроса завершились? Ты намекаешь на dispatch group? Я намекаю на dispatch group, да. Очень, да. Хорошо, хорошо. Я сразу понял, ты хочешь, чтобы два первых метода асинхронно, а второй нет. Нет, нет, нет. Так я вот пытаюсь тебе объяснить, что нет такого. Просто три минуты, да. Просто дождаться выполнения трех методов и сделать дальше какую-то действительность. Да, спать группу. Супер, супер. А то ты что-то придумываешь, на что я вообще испугался. Ладно. Про семафор что-то можешь рассказать? Что это такое? Ну, семафор – это, как и барьер, он нам помогает внутри очереди, распределяет, что сначала выполнится это. Ну, мы можем ставить буквально барьеры между выполняющимися методами, если нам это нужно. Окей. Так, какие-то такие по классике вопросы пройдемся. Вот здесь вот есть у нас разные quality of service, да, так называемых, у нашей dispatch queue. Какой используется самый высокий? Как называется, знаешь ли, это самый высокий? User Interactive, да. User Interactive, окей. Какой бы ты использовал для того, чтобы в бэкграунде документ обновить, какой-нибудь сделать? Ну, если у пользователя на экране ничего не должно при этом обновиться, то... Да, да, ничего не должно обновляться. Хорошо. Окей. Так, что будет, если мы на главном потоке вызовем синхронно main поток? Сделаем dispatch queue, main sync. Что будет? Deadlock, ну и краш-приложение, потому что программа поймет, что из этого deadlock не выйти. Можешь ли ты мне объяснить, как вообще этот deadlock случится, почему это случится? Хорошо. У нас все методы на main потоке идут, по сути, синхронно. И мы синхронно вызываем свою же очередь, чтобы она упоминалась, допустим, синхронно. И мы, в принципе, не выйдем из этой очереди после этого. Ну, если... Да, зайти, может, на доле секунды получится, но мы не выйдем. Сам компилятор это понимает. Ой, не компилятор, а в рантайме у нас произойдет как раз-таки такая ошибка deadlock. Мы не сможем выйти из этого. Да, хорошо. Так, и расскажи мне, какие еще бывают проблемы, связанные с потоками? Ну, deadlock, lifelog, race condition, priority inversion, там еще, ну, я уже, наверное, не вспомнил. Ну, давай просто возьмем какой-то момент, типа, например, race condition. Как мы можем фиксить race condition? С помощью каких инструментов? Ну, как раз-таки мы можем сделать так, чтобы наше свойство обновлялось через метод, а внутри метода мы ставили барьер любой, допустим, NSLog, и чтобы только один поток мог его обновлять в один момент времени. Окей, окей, хорошо, да. Да, окей, я думаю, все на этом по техническим вопросам. Ну, и в целом, я думаю, можно завершать. Уже достаточно время прошло. По нашему интервью затронули многие разные темы. Да, все, все. Как тебе? Давай, давай, для начала скажи свой фидбэк. Ну, не вот мой результат, но учитывая, что я не готовился, это хорошо. Окей, да, да, понял. Были ли тебе все вопросы понятны? Или, может, ты какие-то вопросы хочешь выделить, обсудить сейчас? Потому что у меня есть некий список того, что я себе записал по ходу. Может, у тебя есть самого что-то, что ты хотел спросить? Можем сейчас минут 10-15 выделить под это, поговорить? Ну, на самом деле, я большую часть изучаю в интернете, как только пишутся статьи. Ну, в принципе, у меня вопросов нет. Единственное, единственное, ну, ты только на путь, потому что SwiftUI, я даже не знаю, потому что ты меня, наверное, не помню, спросил ты меня о как раз-таки жизненном цикле Vue. Было такое. Давай, да, был такой вопрос. Давай тогда сейчас я пройдусь по тому, что мне показалось, ты не ответил или ответил некорректно, хорошо? И я это хочу подсвечить просто. В целом-то, насколько я сейчас помню после нашего интервью, ты хорошо отвечал по многим вопросам? Я бы сказал, что, ну, то есть, конечно, разные компании разный уровень джунов задают, скажем так, да, там, джунов, ну, медлов, то есть, это везде разное. То есть, естественно, будут люди, которые скажут, что это суперпростые вопросы, потому что их в каких-нибудь там big tech компаниях гоняли, как сеньоров, всех же там гоняют от зубов, чтобы и про компилятор, еще что-то отскакивало, где как нужно. Вот, это, естественно, собеседование на джуна, джуна плюс, по моему мнению. И по моему мнению, ты справился хорошо. Вот. С точки зрения, есть вот некие моменты, я бы разделил их на свифт-юайны и не свифт-юайны. Вот. По не свифт-юайным два момента. По, так, просто в общем, по опционалу. Значит, твой ответ по поводу того, что это используется при работе с сетью, как ты сказал, мне это смутило. Дальше мы с тобой это разобрали, что это не только при работе с сетью. Просто сам по себе ответ, что опционалы нужны нам, потому что вот мы работаем с сетью. То есть здесь больше слышать хочется, знаешь, что это дает нам безопасность, что мы вот можем писать безопасный код, что нас это спасает при работе с сети, например, или при любых других ситуациях, когда у нас есть, может быть данные, а может не быть данных. Но это не только при работе с сети, просто сразу ухо режет, знаешь, когда ты говоришь, что вот, при работе с сети используется. Потому что, условно, даже картинку, если ты задаешь, UI-имидж, если ты когда-либо использовал, то там даже его инициализатор опциональный. Очень много чего есть опциональный инициализатор. Да, да, я знаю. Да, да, и, соответственно, это вот это все вместе с картинкой, там, ну, то есть опциональный, в принципе, это дефолтный кейс. Да, 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 конечно, конечно, если просто там попытка удалить что-то из массива, может быть тоже опциональный, да, там, last, например, там, или достать последний первый объект, тоже опциональный. Ну, то есть много, очень много всего не перечислить, но суть в том, что опционалы дают нам безопасность, вот зачем они нам нужны. И, да, надо просто это понять, попало где-то, да, по лучшему голове просто уложить. Ну, скорее, я не понимаю, ответ какой точки зрения давать. То есть я так-то понимаю, что ты знаешь, что это, зачем это нужно. Это да, ты там и ответил, как из чего оно состоит, как оно где-то работает, как развертывается, все понятно. Но вот с точки зрения просто, с чего начать, наверное, ответ, что это нам нужно для безопасности работы с кодом. Потому что, да, без опционалов сложнее жить, конечно, потому что ты никогда, ты как бы, ты не нужно делать дополнительные чеки, быть уверенным, что объект действительно существует прямо сейчас, или мы там достали объект и можем действительно с ним работать. Вот. Окей, дальше по эскейпингу. Тут такой интересный момент. Значит, эскейпинг, я почему допытывался, чтобы мы с тобой, да, конкретно поняли, что вот, ага, мы с тобой, по-моему, на моменте остановились, что ты сказал, что эскейпинг – это когда флажер возвращает значение, и не эскейпинг, когда флажер не возвращает значение. Я пытался этого добиться, конкретного четкого ответа, чтобы дальше с ним оперировать, потому что, конечно, это не так. Эскейпинг само по себе означает, что клажур и сбегает, сбегает текущий контекст выполнения. То есть у тебя есть метод, метод синхронный, например, да, стандартный, который Кейси описал. Клажур, который, внутри которого мы передаем Hello World, и внутри, то есть completion block, внутри передаем Hello World. Больше ничего нет. Это синхронная среда, просто метод внутри передать. Все изменится, если это, к примеру, dispatch queue main async, dispatch queue main async автор какой-нибудь, или запрос в сеть. То есть когда completion block должен быть вызван позже, чем body метода, или body класса, неважно, да, то есть, ну, body, вне фигурных скобок, так сказать, его жизненный цикл продолжается, тогда блок должен быть помечен escaping, потому что он escape, да, избегает текущий контекст, вот его, а то, что он возвращает, не возвращает, это вообще неважно в этом плане. Единственная разница есть в опциональных блоках, потому что если блок опциональный, то он всегда escaping, не может быть не escaping. Теперь для completion, как поле класса, оно escape, просто от этого же самого описания, который я тебе, definition, который дал, да, то есть если блок можно использовать вне его контекста, отложенно можно использовать блок, потом, попозже, после return, скажем так, функция, то он escape, если это у нас поле класса, то тут по дефолту оно так, там, по-другому быть не может, потому что мы эту переменную, этот блок можем вызвать в любой момент времени внутри класса, правильно, любой функции, там, неважно, не в ините мы это делаем, скажем так, это даже сам вызов в ините, это все равно отложено, то есть такой момент надо понимать, чтобы, наверное, лучше с этим оперировать, ну, просто неправильное определение, скажем так, completion-блока, что вот оно, блок, который возвращает что-то. Окей, далее daenit. Так, daenit для структур. Тут забавно получилось, ты сначала сказал правильно, потом сказал, а, нет-нет, у daenit должен быть daenit, а точнее, у структуры должен быть daenit. Почему? Потому что в юшке вызывается daenit-тилизатор, я почему-то подумал, что да, он может быть там. Нет, нет, конечно, daenit создан только для класса, чтобы, собственно, потому что как выглядит все это, когда ты помечаешь, точнее, у наших классов счетчик становится 0, то оно помечается как для daenit-тилизации, собственно, помечается. И далее в какой-то момент называется daenit и удаляется из памяти. Этот метод daenit, то есть, во-первых, мы не знаем, у нас нет гарантии, что он вызовется сразу после того, как счетчик ссылок стал 0, он вызывается вместе, все связано с понятием run loop, в какой-то это, в следующей операции run loop, когда там поймет у нас run loop, что нужно очистить эти инстансы из памяти, да, чтобы у них выставился на 0, в какой-то момент очистить, то есть это еще и, вот у нас нет гарантии, что вызовется. С точки зрения структуры же, это совсем по-другому, правильно? То есть структура есть, конечно, вентилизатор, но daenit опять связан с понятием ссылки. Структура как бы вообще к этому не относится, структура у нас в стеке, как ты говорил, содержится, и оттуда и удаляется в контексте своего стека, да. Вот, да, есть, надо понимать, тут как бы более углубленный момент, что некоторые объекты могут храниться в куче, то есть value-type могут храниться в куче. Я знаю, я вам так много примеров приезжаю. Там есть разные моменты, к примеру, если они занимают слишком большое размерование, и он просто в стек не помещается, тогда будет переночено в кучу. Ну и какие-то частные моменты. Если у тебя есть структура, а у структуры есть поля класса, типа класса, что делать? Ты же ее не сможешь хранить в стеке, в такую структуру, потому что она удалится сразу. То есть нужно... А у нее поля в виде класса есть. То есть вот эти моменты, более детальные моменты, скажем так. Но это не об этом, это именно про динит. Просто чтобы ты четко себя в голове уложил, что динит есть только у классов. Структур, нет динитов и быть не может. Далее пойдем по SwiftUI. Значит, основное, какую проблему я увидел, связанную с жизненным циклом вьюг, скажем так. И, ну, это просто концептуальный вопрос был по, почему структура в SwiftUI, да, у вьюха, почему вьюха структура? Тут основной, как бы, ответ на него лежит в глубине в самом устройстве SwiftUI, как оно вообще оперировать. Потому что в SwiftUI и вьюха у нас это не то же самое, что в UI-ките вьюха. Само по себе. То есть в SwiftUI и вьюха, во-первых, это у нас мы просто реализовали протокол. То есть ты правильно сказал, боди возвращается опять-ю тайп. И это вообще отдаленно очень связано с UI-вью. Поэтому их жизненный цикл, все это вообще по-разному. То есть мы никак не контролируем жизненный цикл. Точнее, мы напрямую не контролируем жизненный цикл вьюхе. Ну, так я и сказал. Да, да, да. Но, собственно, поэтому было решено сделать структуру. Потому что структуры легко создавать, удалять и заново создавать. Они мало весят, с ними легко оперировать. Нету никаких проблем с ссылками и быть не может. И само по себе, по сути, эти вьюхи являются, грубо говоря, некими такими вью-модельками для дальше, для фреймворка SwiftUI, который дальше их рендерит внутри, превращая в нормальные UI-вьюшки и все отрисовывая. Это почему структура? А дальше по как она работает, можем ли мы контролировать, не контролировать жизненный цикл. Здесь важно понимать такое понятие, как identity вьюхе. И как мы с ним можем управляться. Потому что это единственное, с чем мы, в принципе, можем управлять с точки зрения жизненного цикла. То есть мы можем управлять жизнью вьюхе не напрямую какими-то методами жизненного цикла, а данными, которые мы туда поставляем. Далее вьюха на основе этих данных формирует такое, что как identity, некий идентификатор, скажем так, у вьюхи формируется на основе данных. И мы вот этим теперь можем напрямую контролировать. То есть если данные изменились, если identity поменялось, то вьюха будет полностью перерисована. Имеется в виду в памяти будет уничтожена старая, сделана абсолютно новая вьюха. Кейс, который мы с тобой разбирали, E-Fails. Да, да, я понял. Он именно про это. Это такой классический просто кейс, что есть большая разница между тем, чтобы, например, поместить имидж наверх и вниз, то есть в true-вариант и false, в branch и false, или сделать один имидж, и у него, например, модификатор какой-нибудь используют, типа не opacity, а какой-то там frame, чтобы выставить ему, что он наверху должен быть или внизу. Но кардинальная разница между этими двумя реализациями есть. И она как раз заключается в том, как SwiftUI это все видит. В первом случае, когда у тебя есть любое витвление, любое витвление E-Fails, для SwiftUI это два отдельных сценария, которые будут нарисованы в отдельности. И оно как бы полностью удаляет один сценарий и рисует второй, и полностью рисует второй. Второй рисует первый. И это теперь про момент с тем, как это в памяти тоже устроено. То есть ты сказал, что да, это у нас одна вьюха, по сути нет, это две разные вьюхи. Имидж там и имидж тут, две разные вьюхи удаляются каждый раз и там, и тут, каждый раз удается и там, и тут. И в этом может быть проблема, собственно, да, это то, почему нужно узнать именно в этот момент. Потому что в сценарии, когда у тебя нет витвления E-Fails, когда ты изменяешь какой-то параметр, фрейм, это, конечно, одна вьюха. Да, она перерисовывается, но это одна вьюха. Ой, да, все в порядке? Да, да, да. Вот, это прям очень тонкий, точнее, даже не то, что тонкий, это ключевой момент, в принципе, работать с SwiftUI и вьюхами. Это легко можно закрыть, если посмотреть эппловские видюшки. Я, может, даже могу тебе скинуть. То есть есть там классический набор видео по SwiftUI, где вот объясняется, что такое identity, как оно изменяется, как все это взаимосвязано. Может быть, ты их даже видел, но, может, нужно освежить память, потому что это очень сильно влияет на то, как мы верстаем SwiftUI. И вот делает эту разницу, потому что, естественно, есть разница. Ты понимаешь, что если ты сделал, например, E-fails, для одной и той же задачи показать картинку наверху и показать снизу, даже без анимации, потому что с точки зрения анимации это будут разные анимации. Ты уже упомянул, что будет opacity уменьшаться, снижаться, например, если кранчевание здесь ушло, здесь появилось. Но если это будет одна мьюха, имидж, у которой меняешь фрейм, то ты увидишь, например, анимацию, что у тебя картинка вниз пошла и вверх пошла. Одна и та же картинка. Но даже без анимации, если просто отобразить, показать, просто с точки зрения работы памяти. Использование одного имиджа и в другом случае разрушение и появление постоянное двух разных картинок. Это простой кейс картинки, сложный кейс, если у тебя огромное боди, куча вьюх и так далее. Ну, обычно огромное боди не делают. Ну да, посложнее. Через свитч в основном делают. Да, посложнее. Ну, то есть это может быть, знаешь, это может быть вполне неочевидно. То есть это может быть какой-нибудь forage цикл, внутри нем какая-то вьюха, внутри этой вьюхи какой-нибудь вот этот бренч ты сделал зачем-то, где не нужно было, знаешь, там где-то внутри, где можно было просто отобразить одну и ту же вьюху, используя какой-то модификатор, там. Даже цвет. Ну, то есть можно же банально сделать две вьюхи с разным цветом, а можно одну вьюху сделать и ей поставить правильные условия, там тернарный оператор использовать, да. Вот это, вот это. То есть это делает разницу. И это делает разницу для SwiftUI с точки зрения отрисовки. Вот. Будет хорошо, наверное, если ты просто это повторишь. Чтобы лучше понимать. Мы много сегодня не разбирали. Мы не избирали, ой, не разбирали диспатч, диспетчеризацию, memory layout. Да, абсолютно, абсолютно, да. Много всего не разбирали. Опять, по времени, да, некое ограничение в любом случае нужно делать, потому что мы можем и 3-4 часа сидеть, обсуждать все подряд по SwiftUI. Я для себя какие-то моменты, то есть просто хотел у тебя спросить, вот, приблизительно, как ты видишь вообще вот эту картину мира, как ты видишь вот точное зрение SwiftUI, SwiftUI, так как ты им пользуешься, что ты знаешь. Опять же, в целом, потому что ты отвечал по SwiftUI, ты хорошо отвечал, потому что ты рассказал про модификаторы различные, точнее, про против раппера, чем они отличаются, как мы с ними работаем, про боди, про потоки. У меня, по-моему, нету вообще, да, ничего по потокам. Я тебя то, что спрашивал, асинквейты, диспатчи, все мы с тобой хорошо по этому поотвечали, мне прям, то есть, нету таких вопросов. Получается, я еще до медла пока не дотягиваю, но а что тогда нужно подучить? Я бы рекомендовал, мы с тобой полностью скипнули UIKit, и вот этот момент нужно сделать. То есть, получается, UIKit скорее определить middle или нет? Нет, middle, не middle, это сложный вопрос, это сложный вопрос. Что нужно, как бы в моем понимании, что нужно для медла? Нужно, я бы SwiftUI даже, но сейчас, наверное, можно включить, согласен. Но в целом, хорошее знание UIKit, свифта, работы с потоками, работы с сетью, хорошее написание кода. Естественно, я не знаю, как ты пишешь код, то есть, это такой момент. Далее, главное, что разделяет джуна от медла, это опыт. Хороший 1-2 года хорошего продакшн-опыта. Вот что нужно. Если ты в продакшн-опыта работал 1-2 года, это уже многие скажут, что ты middle, с точки, для многих компаний будешь считаться как middle. Далее, опять же, тут просто бесконечные грани разных компаний, по-разному видят медла. Я тебе говорю, есть компании, куда действительно люди могут подтвердить, многие, что на джуна собесились, и их гоняли как, не знаю, но не на медла, на сеньора даже где-то. А куда-то ты собесишься, и тебя гоняют как на джуна, хотя ты там на сеньора идешь или на медла. Прямо очень сильно варьируется. И главное для тебя, если ты вот как бы, у тебя хочется какое-то самоощущение, ты хочешь понимать, что ты сейчас middle, или я сейчас там сеньор, ты можешь, самое простое, пойти на эту вакансию. Вот все, что тебе нужно сделать. Иди, не ждай, иди на эту вакансию, собесися на медла, потому что по-другому, ну а как, если ты пойдешь на один, на два, на три, на четыре собеса, которые ищут медла, где там написано, вот медла, ты пошел, и ты прошел. Первый, второй, третий, четвертый собес, условно. Или прошел там 50% или 60% всех собесов на медла. С удовольствием считай себе медлом, ну типа, как по-другому. Потому что сейчас, это значит сейчас на, вот, с твоей выборки, ты будешь, ты, тебе там, ты дошел до офера, например, да, и до такого момента. То есть если ты прошел собеса технически на медла, не один, опять же, по одному сложится, и два, три, четыре, пять пройди. Как по-другому, да? Ну, потому что дальше синдром самозванца, он в любом случае есть. Можно у себя и там сеньором быть, считать себя плохим сеньором, непонятно. Потому что это все настолько эфемерно, настолько, то есть для каждого свое. Один тебе скажет, что нужно иметь там 10 плюс лет стажа, чтобы быть сеньором. Другой скажет, что я сеньор, потому что я, собственно, прошел на совместный сеньор, хотя у меня два года стажа. Я же еще не сеньор? Ну, в принципе, сеньор, если ты прошел собес на сеньора. Но опять, что это был до собес, да? То есть это, может быть, поговорили по душам, и получился сеньор. А где-то, может, ты в бигтех какой-то устраивался, прошел там алгоритмическую часть, прошел подврайтинг какой-то, да, написал что-то, прошел еще какие-то скрининги, и тебя взяли на джуна после всего этого. Да, да, сейчас Яндексу, на заметку Яндексу стажеров, да, как раз-таки реализацию хит-тест просит. Ну, это несложно, на самом деле. Я понимаю, но просто не все джуны знают, что такое хит-тест. Конечно, конечно. Да, и вот это задает планку, то есть, собственно, поэтому ты, когда задаешь таким вопросом, я понимаю этот вопрос, я сам им задавался тоже. По итогу, самое, наверное, главное, просто делай свою работу. Может, я могу сказать. Просто делай свою работу. Если ты чувствуешь, что тебе не хватает, то есть, ловишь какой-то потолок карьерный в компании, понимаешь, что, ну, что-то неинтересно стало, и дальше какая-то комбинация идет того, что ты понимаешь, что не двигаешься дальше по опыту, хочешь получить какой-то другой опыт, не двигаешься, может, дальше где-то даже по деньгам, да, то есть, хочешь буст получить. Конечно, свитчайся, то есть, дальше совместим. И я...